набрала вот так вот мы игрушки собираем боже мой как прекрасно выехать из дома все на ленту кладем так просто кваши здесь наливаем молоко и как бы мы вот так спокойненько стрижем ноготочки про танцуем нам привезли краску всем доброе утро мои хорошие по-моему я только что пропустила а теле звонок от леруа мерлен а я так жду от них краску и прям дозваниваться сегодня никак не могла дозвониться короче смысл в том что я вчера вечером не могла уснуть мне нужно было разговаривать на английском или послушать что-то английское начала уже думать на английском что-то там представлять на английском поняла что у меня нехватка я хочу 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 еле уснула какой-то мультик нашла на английском языке сейчас решила достать все свои у меня очень много на самом деле тетрадок обучающий английский есть книжка бонга которая мне очень нравится хоть она уже и там старая нужно более там новое современное да но Но всё равно там какие-то азы очень даже так даются, так что, блин, остаются надолго у тебя в голове. Короче, я ничего это не могу найти. Это всё где-то вот там вот в углу, по-моему. И для того, чтобы туда добраться, мне нужно вот это чуть-чуть ещё разложить. Так что не миновать мне, ещё чуть-чуть разобрать клубки. Набрала, нашла своего Бонго. Он у меня в самом дальнем углу лежал. Ой, блин, уже разваливается всё. Мусор мешает в руке. Очень классная книжка. Она очень-очень удобная, что ничего не нужно запоминать. Просто делаешь упражнения, всё само откладывается в голове. Я не знаю, сколько я тут прошла. Сейчас найду и начну читать. Интересно. Потом адаптированные книжечки у меня всякие. Ну, я показывала здесь Big Higher Day. Это, наверное, уже более такой сложный. Вот это Big Higher Day лёгенький читается. Вот это книжки, по которым я училась в одной школе, по вот этой училась там. В другой по вот этой там. Какие-то тетрадочки вечные. Потом есть у меня вот такие журналы Today на английском языке, буддистские. Это я тоже, чтобы термины буддистские учить. Есть кроссворды на английском языке. Тоже интересненько. В общем, будем заниматься. Ура! Я, кстати, пока убирала, я потеряла свой телефон. Я где-то его положила, включила, главное, звук. Вот что я молодец. Я включила звук. Но я его куда-то положила и просто не могу найти. Вообще у меня часто такое бывает. Я прям думаю, кто бы мне позвонил в ближайшее время. Все прошла по тем же следам. Не пойму, куда же я его положила. Ищу телефон. Давай, зайчик. Собирай игрушки. Буду мультики смотреть, лежать, отдыхать. Молодец. Вот так вот мы игрушки собираем. Бросай. Еще смотри, сколько игрушек разбросанных. Давай, собирай. Мама держит, а ты собирай. Молодец. Денька у меня очень любит виноград. Мы сейчас только что включили ТНТ. Поубирали все, да. Виноградик сейчас покушаем. Время без 5.7. Вообще, если бы сейчас темно было на улице, я бы его уже пошла ложить спать. Но так как на улице светло, мы еще подождем, пока потемнеет. Дай маме виноград. Спасибо. Так, если я немного лохмата, не обращайте внимания, это я с Денькой. Немного побесилась. Так, вообще, сейчас 7 часов, и вообще у меня на сегодня, на вечер, большие планы. Я хочу Деньку пораньше уложить, но как только стемнеет, естественно, потому что так он не ляжет, спать будет светло, он скажет, что это меня уложили так рано. Значит, наверное, где-то пол восьмого, восемь я его уложу. Потом я хочу подготовить видео, которое я хочу снять на главный канал. У меня там есть фикс прайс, то, что я выбрасываю снять. Вот целый мешок, блин, чего мне надо выбросить, а прежде вам показать, что я выбрасываю и почему. Потом еще видео на второй канал. Нужно затестить то, что я вам обещала затестить. И вот несколько видео я бы хотела снять сегодня вечером. И еще я бы хотела... Ну и надо будет вечером что-то помонтировать, да. К своей школе блогеров все никак приступить не могу. Вот. Но самое интересное, мне интересно, когда я его уложу спать, что я буду чувствовать, и хватит ли у меня сил, и будет ли настроение, и останется ли вдохновение на то, чтобы это все делать. Посмотрим. Я, кстати, изучила английский по вот этому бонгу, который я обожаю просто. Я 50 страниц прошла. Где я тут остановилась? 54 страница. Я даже помню, что что-то вписывала. Но я сейчас очень быстро прохожу. То есть, ну, например, текст, смотрите, видите, переведите на английский язык. Ну, то есть вот такое простое я перевожу быстро. Например. И здесь вот очень удобно. Ну, вот хотела вам похвастаться, да, вот как бы не похвастаться, а хотела вам порекомендовать вот этот вот учебник бонга. Он старый на самом деле. Возможно, он адаптированный. А почему? Один, да. Более современный есть. Но мне кажется, нету, потому что его... Он такой вот старый и есть. Но база здесь очень хорошая, и она очень хорошо свается. Единственное, это не для тех людей, кто прям только-только английский, да, то есть алфавит надо учить или еще что-то. Я, например, когда читаю, да, какие-то звуки, например, вот ойл, бой. То есть я примерно понимаю, о чем идет речь, как это читается, да. То есть кто-то может неправильно прочитать все это, но я как бы на русском объясняется, как это читается, да, и я все это как бы понимаю. Бой, мальчик, той, игрушка. Также вот такие простые слова я сейчас себе напоминаю, да, то есть, ну, бой, той, нойз, нойзи, это я знала. Ну, например, слово, которое я себе напомнила. Сеттл, вот, сеттл, это урегулировать. Вот, и я это слово как будто и забыла. Мэнд, чинить, лэнд, одалживать. Я совсем забыла эти слова, потому что я ими как-то не пользуюсь. Вот, например, мы изучаем новые слова, да, вот эти. Потом начинаются упражнения всякие. И вот эти слова новые, и те, которые вот сейчас были за 50 страниц, все здесь повторяется. И ты как бы, ну, хочешь, не хочешь, но они у тебя откладываются в голове. Короче, я просто читаю, читаю, и делаю все упражнения полностью. Посмотрим, на карантине закончу книжку или нет. Крошки мои, пока идет все как надо. Время 8 часов вечера. Денька уснул за 5 минут. И вот то, как он засыпает вечером, я могу смело сказать, что у нас прекрасно прошел день. Он и устал, и покушал хорошо, и позанимались, и лег спать. Вообще класс. И сейчас 8 часов, я еще полна сил. Я пошла готовиться к видео, которое я хочу вам снять. Добрый вечер, как говорит Дэнни. Ну, на самом деле, доброе утро. Мы сегодня проснулись в 7 утра. Денька меня разбудил, причем я легла в 2 ночи. Вчера я снимала видео, смонтировала видео, выложила на второй канал. Куча вдохновения. Учила английский, очень много выучила, там 64 страницы. Делала упражнения, очень много откладывается. Я прям рада. Сегодня мы с утра проснулись. Я попила кофе. Уже записалась на онлайн-вебинар 1, который 10 числа там стартует. Хочу попробовать. Надо немножко вложить в себя новые знания, посмотреть, как человек организует весь этот вебинар, ну и плюс, какие знания дает. Я думаю, что в моей сфере они будут мне очень полезны. Сейчас не буду говорить, какие, потому что не знаю, что и как, просто вот взяла. Но сам факт, что я взяла, как бы, курс такой небольшой по увеличению своих каких-то знаний, вот, и прокачке каких-то моментов, которые я думаю, что в этой сфере я еще не знаю. Сегодня уже поучила английский. Мы с Денечкой уже покушали. Точнее, Деня покушал, уже заслужил конфетку, которую я ему даю. А я, кстати, выпила кофе и думаю, что пора мне позавтракать. И мама оставила мне очень много разной еды. И я даже не знаю, что вперед приготовить, чтобы оно не пропало, потому что я все не съем. И я решила, на самом деле, знаете, что сделать? Макаронки немножечко поджарить вместе с... Вот такая у меня есть, что здесь? Карбонара. Она, кстати, очень быстро пропадает. Я ее вчера, по-моему, открыла. Вот, но большой кусок, это я ее не съем так быстро. Поэтому я ее сейчас поджарю и залью яичками. Вот такая будет у меня яишенка. Так, ну вот такая красотулечка у нас получилась. Сейчас будем пробовать приятненького. Что, после завтрака прошло уже... После завтрака, когда я снимала, прошло уже... Три, пять, четыре с половиной часа. Четыре с половиной часа. Что я делала за это время? За это время я провела двухчасовой прямой эфир. Вы можете посмотреть это у меня в видео. Как раз... Да, сможете посмотреть это у меня в видео. У меня на обложке там мой дневник. В общем, было интересно очень общаться. Кстати, там был еще такой, знаете, как гороскоп по цветам. Вот, он не такой, как обычный гороскоп. То есть там немножко другие даты, они как бы смещены, да. Но многие девочки писали, что прям в точку, прям вот цветок, который именно по их дню рождения прям описывает их характер. Очень много у кого прям 90% прям совпадения были. Вот девочки писали отзыв. Ну, про меня там конкретно. Все. Про моего любимого тоже конкретно. Вот. Так что, если вам интересно, прям зайдите в прямой эфир, помотайте там ближе к концу. И я там уже потом начинаю... Сначала я в разброс немного читала, ну, каждый цветок, да. А потом я начала по порядку читать. Ну, типа, кто есть или кого нет, все равно, кому интересно будет. Ну, короче, посмотрите. Вот провела прямой эфир, потом с подружкой созвонилась. Обсудили, чем мы будем заниматься в ближайшее время. Сейчас малыш купается. Покушали. И я еще изучала английский. 40 страниц изучила. Новые слова напомнила себе. Там новые, ну, грамматику учу. И слова вместе с тем. Бонга вот прям мне очень нравится. Я не знаю. Я его прям взахлеб. Вообще без напряжения. Просто читаю, делаю, читаю, делаю, читаю, делаю. Нет никакого вот прям суперзаучивания. Хотя, кстати, о, у меня сейчас идея появилась. Наверное, я так и сделаю. Надо найти где-то стикеры такие мои липкие. И на все, что я не знаю, как что, например, там, ревреженейтер, по-моему, да, холодильник по-английски. Там вот газовая плита или там вот плита, вот это вот, на которой мы готовим. Не помню, как называется, да. И, короче, какие-то вещи, которые я не знаю, как называются. Ширма, например, по-английски. Я не знаю, как называть. Там диван, это софа, наверное, да. Кресло у нас. Чес, по-моему, да. Короче, я не все помню. Вот что я не помню, я бы натыкала бы на все. Такие маленькие стикеры, что как называется. Не запоминала бы так. В общем, вот такой еще лайфхак. И мультики какие-то нашла детские вообще. Но не такие прям детские. Простые, очень медленно говорят, очень простые слова. И не часто, и не быстро, и немного. Как раз мне, у меня говорить я могу лучше на английском, чем воспринимать английский. То есть я для себя могу, ну, не для себя даже, а для кого-то я могу говорить по-английски быстро, да, там что-то рассуждать, там то и сё. Но мне кажется, я даже сама себя не пойму, если буду слушать. Мне будет казаться, что это всё быстро. И непонятно. И когда мне говорят на английском, у меня вот так. Чего? Пожалуйста, помедленнее. Мне надо осознать каждое слово. То есть оно у меня еще не так, что, знаете, там, ну, какие-то фразы, например, ты даже не думаешь. Ты не расчленяешь, что там первое слово I, M, там подлежащее, сказуемое. Это значит вот это. То есть ты в голове там переводишь, а как бы есть какие-то слова, которые ты просто знаешь уже, и всё. Ты не задумываешься об их переводе. Ты просто знаешь, как они переводятся, фразы, да, там, и просто говоришь. А есть какие-то вещи, которые тебе надо еще подзадуматься, и из-за этого тормозит весь английский. Тебе там сказали вначале слово какое-то, ты, короче, застрял на нем, тебе уже 10 тысяч предложений, потом сказали. Короче, английский я очень люблю, в общем, я им занимаюсь. Сейчас Деньку купаться отправила, сама хочу тоже искупаться, а пока он купается, я думаю, может видео снять, патчи затестировать, потому что он любит купаться по полчаса у меня, я за это время затестирую патчики для глаз, новенькие, которые в фикс прайсе были на своем втором канале. Ссылка на мой второй канал под видео. Так что сейчас пойду снимать, наверное, вот. Кстати, там же еще, блин, для волос расческу с маслом хотела же затестировать. Как раз у меня сейчас такая голова не свежая, можно как раз ароматерапию масла этой сделать, расческой этой. Короче, пошла я все тестировать. Увидимся на втором канале. Ну что, мои хорошие, сейчас у нас 9 часов вечера, и я не стала вам снимать прям целый день, вот прям все, что мы делали сегодня. Решила, ну как бы, днем немножко снять, там, ну вот, что получилось, да. И остановились на том, что я пошла видосы снимать, по-моему, да. Я сняла пару видео, Денька покупался. Потом мы вернулись, играли, смотрели фильм «Джентльмены». Да, посмотрели фильм «Джентльмены». Так, уже звонят. Фильм «Джентльмены» мне, кстати, понравился очень такой, интересный. Я люблю такие фильмы. И актер, который там снимался, даже не один, а несколько актеров, мне очень нравится. Вот, потом я была в прямом эфире со своей преподавательницей из Москвы. Мы с ней на связи. Она делает тоже у себя дома ремонт. И мы вот не так давно начали снова общаться по ремонту вообще в Инстаграме. Естественно, я на нее подписана. И смотрю, она начинает проводить прямые эфиры. Практикует там даже онлайн-школу. И я, ну, как бы зашла к ней на прямой эфир. И вот там был прямой эфир. Сначала она рассказывала теорию. И даже чуть-чуть практики было. А второй эфир мы вообще прям распевались конкретно. Вот. И вот так вот два часа провели. Денька пел вместе со мной. Мы даже в Инстаграм видео записали. После вебинара как раз я там одну ноту практиковала, чтобы она не выпячивалась. Короче, ее засовывала в ряд с другими. В общем, испытывала лайфхак. Вот. И все. И мы закончили петь. Денька покушал. И я его уложила спать. И вот второй день он прекрасно ложится спать. Засыпает просто за пять минут. В общем, второй день мы тоже прекрасно провели время. И сейчас есть время еще мне даже снять видео, поваляться в ванне. Не знаю, что вперед делать. Посмотреть кино. Расслабиться. Еще по-английски поучить. Мне там нужно еще 15 страниц. До 100 выучить. Я, получается, хочу по 50 страниц в день изучать вот этим учебником, который я вам показывала. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас что-нибудь поделаю. И завтра наступит завтра. И я буду еще с вами... А, мне еще видео надо смонтировать вам на завтра. Как раз фикс-прайс. То, что я выкидываю из фикс-прайса, я сняла вчера. И сейчас нужно будет его смонтировать. В общем, на все просить. Все у меня где-то 3-4 часа могу заниматься. Так что пошла я. А, еще, кстати, хотела сказать по поводу Леруа Мерлен. Мне же позвонили 6-го числа. Они 6-го целый день не звонили. И позвонили уже, когда малого укладывала. То есть часов 8 где-то это было. Или полвосьмого. Полвосьмого. Позвонили и сказали, извините, но ваш заказ переносится. Девочки, я заказывала его 3-го апреля. Они мне 6-го звонят и говорят, он переносится на 8-е. Я так понимаю, что 8-е это тоже, наверное, еще не факт. Что они мне привезут мою краску эту. В общем, сегодня 7-е, завтра 8-е. Я надеюсь, что завтра мне привезут краску. И я буду красить стены. Так что жду. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня у меня разбудил звонок курьера. Мне нужно забрать посылку. Вообще не понимаю, какая посылка. Я жду только крупные посылки. Быстро доехала за 3 дня что-то. В общем, не знаю, что посмотрим. Плюс закончилось молоко. У меня сегодня последнее. Вот я одну кружку выпила и все. И больше не могу пить, потому что молоко закончилось. Хлеб закончился. В общем, я список написала целый. Я хочу с малым сейчас выйти. Нашла, смотрите, масочку еще детскую. Привет! Привет! Не хотел одевать причем. Я говорю, так, без маски никуда не пойдем. Потому что нам сейчас в магазин пойти, в ленту. Здесь в пятерочке и в магнете не продают молоко, которое мне нужно. И я хочу как-то это сделать быстро, в общем-то. А я думаю, что если делать заказ, я не узнавала. Но если делать доставку, я думаю, что не в этот день будет доставка. Потому что когда я заказывала еду в других магазинах, не в ситуации, которая сейчас у нас, да, когда нет ажиотажа на заказ еды, и то доставка на следующий день. А если сейчас заказывать, то это надо заведомо заказывать, чтобы там через 2-3 дня только еду вам привезут. Поэтому я решила доставку забрать у курьера и заодно прогуляться, и заодно заехать в ленту, и быстренько, аккуратненько как-то купить продукты, которые мне нужны. В общем, берем вас с собой. Боже мой, как прекрасно выехать из дома. Но все равно выехал, и чувствуешь какое-то странное такое, знаешь, когда ты выехал, нельзя, блин, за тобой все следят, пасут. Так, по дороге, пока мы вышли, людей не встретили. В лифте ехали одни. Сели в машину, сразу продезинфицировались. Вот, сейчас еду встречаться с курьером. Первое дело, Денька будет в машине, а посылку попрошу сразу в багажник поставить. Открыла дома все окна просто, ну, форточки точнее, и ушла. А у меня как раз, ну, со всех сторон вот так по периметру находятся окна. Сейчас все там проветрится как следует. И вообще такая ситуация, честно говоря, у меня внутреннее ощущение, что, блин, это какая-то новая жизнь, что это теперь никогда не кончится. Ну, надеюсь, что это кончится, и как-то вообще не представляю уже. Уже аж не верится в это все. Что это за... Ой, все, пришел. С курьером на улице прям встретились в маске. Он даже не стал у меня ни документов, ничего проверять. Сразу поставил мне на расстоянии вытянутой руки посылку в багажник и попрощался. Пришел отпариватель мой. Это с Джума. Еду, девочки, смотрю. Народу на улице. Ну, вот на улице народу нет. Вот ездят машины как, ну, в выходной день. Знаете, в выходной, когда я выезжаю, никого нет. Особенно в первой половине дня. Сейчас, кстати, 11 часов, без 15, 11. И вот машин я бы не сказала, что много. Реально, ну, как бы вот тишина. Как будто воскресенье до обеда. Как-то все спят еще, отдыхают. Вот такое, примерно, положение на улицах. Ну, как бы, это сейчас я встала. На перекресток, кажется, много. Но на самом деле, вот я еду и немного людей. Я так надеюсь, чтобы скорее это все закончилось уже. И нарастание больных пошло уже на убывание скорее. Я уже прям жду этот день, когда заболевших будет меньше, чем в предыдущий день. У нас, кстати, лента 24 часа работает на 14 линии. Вообще удобно. Можно ночью даже прийти. Так, ну, машин нормально стоит. Тоже, как в обычный день. Не в выходной. В выходной обычно побольше здесь машин стоит. В общем-то, работает лента. Сейчас постараюсь максимально аккуратно все сделать. Чтобы прям ни одна вирусинка до нас не дотронулась. Так. Молодец. Все, на ленту кладем. Молодец. Ставь. Ой, мои хорошие. Конечно, с ребенком выходить куда-либо, это вообще трешняк. Потому что он не следит этим, как это, гигиене всей, да. То есть маску 10 тысяч раз снял, одел. Я уже, в общем, не стала его мучить, потому что он чаще руками до лица дотрагивается. Я уже, ладно, думаю, не одевает эту маску. Народу в магазине очень мало, что мы практически вот так не пересекались ни с кем. Быстренько залетела, все взяла, что мне нужно. И все. И, конечно же, он хочет кисель. Там я купила кисель. Хочет вон баранки. Пришлось все вот это вот добежать до машины, продезинфицировать все. Руки полностью, коробочку, все это. И только потом дать ему эти баранки. По-другому, ну, никак. Ребенок плачет, видит все это, хочет. И ему не объяснили, что все это только дома после мытья рук. Поэтому хорошо, что у меня с собой хороший дезинфектор. Мама, спасибо большое. И я прям все напропалую дезинфицирую. Все, пришли домой, все перемыла, все продезинфицировала. Взяла в ленте, кстати, там были вот эти вот мини-пельмешки с селятиной на сливках, которые, я вам говорила, Денька очень любит. Вот я ему сейчас сделала, сейчас будет лопать. Взяла, аж 2 целых литра взяла своих гречневого молока моего любимого. Так мне прям нравится, честно говоря, молочко с гречкой. Вот. Ну и все, что, Денька кушает, я пью кофе, отдыхаю. Время сейчас половина первого. Ну, в 12 мы пришли, вот, полчаса назад. Быстро, в принципе, я справилась, за полтора часа. Вот, ну хоть свежим воздухом немного подышали. Так, все хорошо, сейчас буду продолжать учить английский. Ага, вот так рисуешь. Кстати, это я тоже брала в фикс-прайсе давно-давно. Сейчас его не могла никак успокоить, он эти мыльные пузыри. Покажу я их потом тоже выброшу, я уже их положила в пакет. Новое видео будет с выбрасыванием. Переберу вещи, еще фикс-прайс найду, который в помойку выкинуть. Но вот эта тема, я его отвлекла хоть, а то он там плакал, что я ему не даю те мыльные пузыри. Они громкие, текут, блин, и вообще плохо работают. А это такая штучка классная, да? Такое облачко, которое светится. Рисуем, мы рисуем, а потом стираем, да? Нарисуй кружочек, кружочек. Вот такой кружочек. Вот, вот эти, девочки, пельмешки, которые безумно нравятся Дэнке. Сибирская коллекция мини с телятиной на натуральных сливках. Пониженное содержание соли, без сои и ГМО. Время приготовления 2 минуты. Реально 2 минуты и готовы. Очень вкусные. Маме тоже понравилось. Слушайте, девочки, как? Сейчас, сейчас, Зай, понравилось Дэнке на вот этой штучке из фикс прайса учить. Всё, он прям ничего не хочет. Хочет, чтобы я здесь писала, а он повторял. Давай. Так, давай, мы учим. Давай сначала цифры. Повторим цифры, да? В разброс пишу. Начали. Какая цифра? Че. Дальше. Вау. По-русски. По-русски. По-русски один. Один. Так, дальше. Давай, пишу цифру. Три. Правильно. Пять. Правильно. Семь. Нет. Ось. Правильно. А. А. Б. В. 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 Скажи. В-в-в-в-в-в-в-в. В-в-в-в-в-в. Нет, сделай вот так зубки. Нет, вот так сделай. Посмотри на меня. Дэнь. В. В. Вот оно, правильно. Дальше. Г. К. Г. К. Как гуси делают? Га-га-га. Га-га-га. Г. А вот это? Д. Х. Д. Домик. Д. Домик. Д. Домик. Е. Тварь. Е. 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 А вот такая? Ещё. Смотри, с точечками. Тварь. Ё. Ё. Ё-моё. Тварь. Как мама говорит «ё-моё». Моё-моё. Тварь. Что? А, Б, В здесь было. Не стирай тогда. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё. А, Т, 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 Т. Это ты можешь не повторять пока. Вот смотри, какая. Ж. С. Жук. Фу. Ж. С. 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 А, Б, О, Г, О, Г. З. 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 Зонтик. Зонтик. З. З. А, Б, Г. А, вот такая? Это лёгкая. Лёгкая. И. И. А, вот это? Ка. Ка. Л. Ле. Лимон. Лимон. Мэ. Мэ. Калымэ. Калымэ. Нэ. Нэ. О. У. Пэ. Пэ. А смотри, какая. Рэ. Рэ. Сэ. Сэ. Тэ. Тэ. У. У. Фэ. Фэ. Хэ. Хэ. Цэ. Чэ. 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 Ша. Кла. Ща. Ща. Э. Э. Ю. Я. Я. Молодец! Я знаю, что у многих мам проблемы есть с тем, чтобы детям стричь ноготочки, но я Деньку с детства прям глубокого приучила, что это наоборот классно, радость такая. И когда он совсем был маленький, мы стригли ноготочки так вот, я ему стригу, причем ножницами, и такая, вау, как красиво, какой ноготочек, посмотри. И он как бы со мной вот оценивал все это, и у него прям с детства не было страха. Но когда он начал расти и больше двигаться, у меня была проблема с тем, чтобы, ну, как бы я боялась поранить его ножницами. А брат мне говорит, я очень быстро стригу вот такими вот штучками Настеньки, моей племянницы, ногти, просто на раз, два, три. И, короче, я купила такую, думаю, дай попробую. На самом деле просто классная вещь, что ты не боишься поранить, хотя я думала, что такой было бы страшнее. И как бы мы вот так спокойненько стрижем ноготочки, быстренько, да, и с любовью. Хочется, чтобы ногти были красивые. Напишите, у кого детки боятся стричь ногти, у кого это проблема. Я знаю, что у многих, даже моих подруг, кто-то боится стричь ногти, кто-то боится поранить, у кого-то дети, ну, прям плачут и так далее. Ой, ну что, мои хорошие, время без десяти восемь. Сейчас я думаю, малыша укладывать спать, он только покушал у меня. Я, что я делала, я тоже покушала, начала смотреть там сериал один, Бесстыдники, наш российский сериал, Бесстыдники. И просто я смотрю, как слизывают вот Бесстыжий сериал зарубежный. Просто один в один, мне кажется, даже сценарий весь тот же самый, и актеры подобраны, так, особенно главная героиня. Ну что, блин, так он мне не заходит, именно потому, что он никого-то не сделал, не сделан немного друг него, сделал он прям, просто слизывают весь сценарий и прям все-все-все. Так не очень интересно смотреть, короче, не особо зашло. Кстати, Леруа Мерлен, сегодня восьмое число, Леруа Мерлен мне не звонил и ничего, но пришло сообщение, что типа передано в службу доставки. Ну, наверное, завтра, может быть, свяжется курьер все-таки, я не знаю, или уже закончится вся самоизоляция, и только потом я получу свою краску. Ну, да ладно, мне еще вам видосик сегодня снять, сейчас малого пойду уложу, видосик сниму, смонтирую, в общем, буду отдыхать. Дэнь, а чё телевизор перевернутый? А чё телевизор перевернутый? Это не сенсор, котенчик? Всем доброе утро! Дэнька там с теликом занимается, да? Сенсор, сенсор пытается... Ну, блин, ну, Дэнь! Давай это выключим, котенок. Всё, вложи сюда пульт. Нет! Робот работает у нас. Планы у меня сегодня большие, сделала в... В Инстаграме сделала пост со своими планами, и знаете, меня как-то мотивирует, что я девочкам сказала, типа, что по плану, и вечером хочу прямой вир провести, и прям отчет, и прям отчет такой сделать, что, типа, вот я и сделала вот это, вот это, а вообще хочется сделать всё, и сказать, вот такая я молодец. Поэтому сама перед собой, как бы, да? Сейчас я хочу поставить йогурт, чтобы вечером он был уже готов. Через 8 часов Дэньке очень понравился. Покажу, как я делаю его. Покажу, как я ему делаю потом йогурт, как ему нравится, с чем именно, да? Ну, а так я вам уже рассказывала, как мама делает йогурт. Ну, вот сегодня буду делать его я. Сейчас я поставила молоко и простоквашу, чтобы они были комнатной температуры. В принципе, можно было бы, допустим, молоко нагреть даже в микроволновке чуть-чуть, чтобы оно не было холодным просто. Ну, сейчас пусть постоит часик, и я думаю, что я это залью. 250 грамм простокваши, 750 грамм молока, и всё. И режим йогурт поставлю, и всё. И через 8 часов йогурт будет готов. И ещё сегодня я уже погладила, погладила кучу одежды всякой разной. Это будет видео на моём втором канале, обзорчик. Вон там детская одежда сложенная, там для кухни ещё покрывала. В общем, покажу это вам всё. Денька ест баранки. Я делаю вторую кружку кофе и пью витаминчик С. Сейчас я выпью стаканчик и буду пить спокойно кофе, потому что я его очень долго пью. Также у меня сегодня по плану снять для вас видео, покрасить стены. Мне не сегодня докрасить, точнее, стены. И мы, скорее всего, будем с Денькой спать здесь. Я вот здесь всё приберу, уберу, подвину и поставлю нашу кровать вот здесь, потому что в ту спальню я уже не хочу идти. В спальню, в которой я буду красить стены, там будет пахнуть краской. Поэтому я думаю, мы здесь один, а может даже два дня поспим. Красить буду в той стены ещё один слой белый, просто чтобы до идеала довести уже. И ещё покрашу кусочек, вот в спальне покрашу кусочек потолка, там, где я хочу, чтобы была у меня занавеска под потолок. Мне сказали, что проще побелить этот кусочек, да, а натяжной потолок уже сделать просто отступив, чтобы ничего там не мудрить. И уже к побеленному просто карниз вешать, специальные потолочные. И ещё, кстати, я хочу сделать, знаете, что? Я так подумала, если я здесь буду делать встроенный шкаф, да, и здесь у меня будут большие зеркальные раздвижные двери. И я такая думаю, а к чему они будут крепиться? К потолку, скорее всего, рейки такие, да, по которым будут ездить, либо к натяжному потолку. Я начала этот вопрос изучать. То есть, что мне вперёд делать? Сам гардероб вот этот, да, который здесь будет, либо натяжной потолок. И я, короче, посмотрела и узнала, что даже лучше сначала сделать гардеробную. Я побелю тоже вот эту часть, вот этот кусок побелю. Здесь не обязательно в гардеробной мне натяжной потолок. И с ним более будет неудобно, если я буду наверх куда-то закидывать какие-то вещи, которые менее мне нужны, да, под потолок. То не очень хорошо, если там будет всё там прогинаться, и он какой-то будет натяжной, правильно? Поэтому я решила побелить вот этот кусок весь тоже на потолке. И, в принципе, я уже могу в таком случае уже заказывать. А это вообще очень круто, что я могу уже вперёд сделать здесь гардеробную, прежде чем натяну потолки и вообще всё это дело сделаю. Потому что гардероб необходим. Разложить все вещи, освободить комнату. Это будет очень круто. Поэтому как только я закончу спальню нашу, да, там закрыта она сейчас, я сразу займусь вот гардеробом. Гардероб – это номер один. Вот. И, короче, я хочу побелить вот это вот всё, что я вам сказала. Кто-то мне пишет сейчас. Ещё у меня планы английский поучить сегодня каждый день. О, Любочка получила натальную карту. Да, кстати, хотела ещё сказать, я заказала у этой девочки, которая рассказывала, я заказала у неё натальную карту мужу моему. Мне прям интересно почитать, ну, знаете, там, как поддерживать, может, человека, да, как-то может влиять в каких-то моментах. Хотя я его полностью знаю, всё прекрасно вижу и чувствую, но так как она так классно делает эти натальные карты, просто, ну, просто в точку, девочки, я решила заказать ещё. И вот моя Люпа тоже заказала своему сыну. Сейчас мы будем с ней обсуждать. Мне тоже очень интересно, что, какой у неё будет ребёнок, и вообще это держать в голове, потом наблюдать, как он будет расти. И вообще натальная карта – это вот настольная. Я сейчас хочу свою ещё, Деньки, перечитать, чтобы какие-то отмечать моменты. Вот. Ну, в общем, это я вам ещё потом расскажу. Я хочу про мужа своего прочитать натальную карту, и потом уже вам подробно расскажу свои впечатления вообще, мои сравнения, как я его вижу, как я его знаю, как я его чувствую, и то, что написано в натальной карте о нём. Вот. Обязательно об этом вам расскажу. Наверное, уже в следующем влоге. Вот. Всё. Побежала, короче, пить кофе. У меня столько дел, столько дел. Вечером тоже вам отчёт здесь сделаю. Ра, танцуем, нам привезли краску. И, ну, а то, в принципе, особо не важно. Привезли краску, причём хотели, прикиньте, чтобы мы спустились. Такие, типа, а у нас доставка не до квартиры, без подъёма. Я говорю, в смысле? Я говорю, вот я с ребёнком, сейчас, говорю, мне что, одеваться и выходить? А там нигде не было в Леруа написано, что без подъёма. Ну, так, я говорю, там не тяжело же, у нас лифт. Говорю, ну, поднимите на этаж. В общем, подняли. Сказали, ну, ладно. Так, ладно, пью кофе, так, общаюсь с подругой. Где телефон? Нас прервали. Ой, и так, мои девочки, наснимала я тут видео уже с Денькой. Нафотографировались. Наснимали видео. Сейчас всё уже стало комнатной температуры. Сейчас я налью сюда 750, 750, 800, можно, миллиграмм. Вот, молока. И вылью всю простоквашу сюда. Чистая посуда, комнатной температуры, ингредиенты. Так, простоквашу здесь, наливаем молоко. Перемешиваем всё. Перемешиваем всё специально для мультиварки. Вот такой вот половничек есть. Перемешали, закрываем. И ставим режим йогурт. Где у нас? Вот он, йогурт. 8 часов старт. Через 8 часов будет готов йогурт. Я вообще, если честно, очень рада, что Денни прям зашёл этот йогурт. Потому что первые разы, когда мы делали, он как-то его не понимал. То ли я ему мешала, вот я ему мешала с вареньем, покажу потом. Ну, я ему сделаю вечерком, покажу вам. Мешала с этим вареньем, с сиропом, да. Может быть, я его мало положила, ему показалось не сладким, да. Вот. А сироп такой, он без сахара, без ГМО, без красителей всяких классный. Я его сама ем для себя, покупала. И вот ему делаю с этим йогурт. Но он прям по две порции, в жизни такого не было, чтобы ребёнок у меня вот так по две порции ел. Он бывало не доедал даже ряженку детскую, вот, которую мы покупали, там, всякие фруктовые такие. А здесь вообще без сахара, без ничего лишнего, я, видели, ничего не добавляла. И он прям вот последний раз у меня добавку попросил и прям-прям вылизывал всё там её ложкой. Вот. Поэтому я прям безумно рада, и вот, делаем теперь дома. Так, получила английский. Столько всего уже сделала. С малым поиграли, побесились, пофоткались. Йогурт поставила. Сейчас малого решила купать, решила сделать себе кофе, думаю, сериал посмотреть. А потом думаю, блин, мне нужно пока ещё, я хотела монтаж видео и покраску оставить, тогда, когда я его спать уложу уже. Но мне вот эту бы стену, вот эту сторону. Сейчас идём, зайка, купаться. Покрасить вот пока светло, что я вижу все косяки, потому что, ну, тут вот особо не видно, тут можно и при обычном свете, да, а вот эту прям сторону хорошо было бы сейчас покрасить, пока он бы купался. Поэтому сейчас я вот здесь приберу, вот, и перенесу, ой, господи, и перенесу сюда сейчас кровать, освобожу ту комнату, оставлю его купаться, а сама пойду покрашу стены. О, придумала. Так, мои хорошие, ну вот, выглядит сейчас это примерно так, блин. Задолбалась. Ну, короче, вот здесь поспим. Так, всё перетащила, освободила эту комнату, краску притащила. Сейчас ещё кое-какие вещи. И прям вот один или два слоя надо будет сделать прям сегодня. И пусть оно сохнет. Ой, ну что, мои хорошие, всё, Денька купается. Там у меня вот так вот плещется. Плещется мальчога. Да и... Ку-ку. А я, короче, вот здесь уже, смотрите, постелила. Помните, я вам говорила, что вот эту вот шторку с фикс-прайса и разрезала на три части, и прям вот так вот вдоль прям буду аккуратно красить, чтобы не мыть ещё раз полы, так как мы с мамой вымывали их. Сейчас вот эту сторону покрашу, потом буду переходить. В общем, времени не так много у меня, пока Денька купается. И я ещё окно открыть не могу, пока он купается. Здесь душно. Короче, буду быстро работать. Не буду снимать, короче, как я работаю. Но вы поняли, я начала. Всё, приготовила, краску открываю. Так, ну что, Денька искупался? Кроша, покажись. Всё. Погоняет пока сейчас. Всё, сильно не бесись, День. Веди себя прилично. Я только верх сейчас докрасила. Сейчас низ буду красить вот здесь, на этой стороне. Ой. Всё, мои крошки, покрасила я в один слой. Но слой такой густой, жирный слой. И я покрасила всю голову. Я не стала красить именно те места, которые не закрашены. Я думаю, закрашу всё. И где-то я в комментариях слышала, что девочки мне так описали, что нужно закрашивать всё, а не только вот эти вот части. Вот. И я смотрю уже, что краска от того, что она густая, она как-то быстро высохла. И посветлела. Я уже не вижу никаких пятен. Просто идеально. Просто идеально. Стеночка. Прям никаких косичков нет. И меня устраивает. Кстати, чем больше я общаюсь со своими там друзьями, знакомыми, кто там делает ремонт, кто сделал не так давно. И лишний раз понимаю, что как хорошо, что я не заморачиваюсь. С дорогими полами, что-то прям на стены. Там опять же эти обои, покраска обоев и так далее. Потому что реально там, ну, дорогие какие-то вещи я не покупаю в квартиру. Просто покупаю хорошее, красивенькое, чтобы мне нравилось. И оно, чтобы было реально бюджетное. Вот. Ну, хотя всё относительно, я понимаю, что может быть, то, что я покупаю, окажется дорогим. И кто-то бы не взял, кто-то там может по бюджетней что-то берёт. Ну, я имею в виду цена-качество с моими желаниями, да, должно немножко так совпадать. И что-то между, средненькое, на самом деле, на мой взгляд, я всё беру. Вот. Главное, чтобы оно удовлетворяло мои внутренние потребности. Вот. Ну, бюджет, бюджетное, это, это наоборот для меня, чтобы оно было реально вот бюджетное. Чтобы мне не было жалко, что там ребёнок что-нибудь разольёт, поцарапает, например, да, порвёт, испортит. Стены белые покрасила, что-то где-то испачкалось, подкрасила опять и всё, понимаете. Ребёнка уже не ругаешь за то, что он рисует на обоях или там подрал обои, например, да. Линолеум, есть всё, хоть что, хоть. То есть, там, покрасил его ручкой, отмоем. Чё-нибудь, даже если его кусок порезал там или ещё что-то, он реально стоит недорого. Я его всегда могу заменить. Ну, то есть, мне это не жалко. Вот, и мне кажется, что для тех, кто, у кого есть маленькие дети, кто ещё планирует детей, на ремонт сильно заморачиваться не нужно. С дорогими вот кроватами, с дорогими, с дорогой мебелью и вот стены и вот это вот всё. Ну, это чисто мой взгляд, может кто-то со мной будет не согласен, но я знаю точно, что если бы у меня было что-то дорогое, что прям, я знаете, прям вот вкладываю, прям качество дорого. И тут ребёнок прыгает, кидает стулья, свои тяжёлые игрушки, как он это делает, рисует, пачкает. И я бы всё это видела на том, во что я вложила много денег, много сил. И менять это просто так, не так уж, что легко и просто, я знаю, что я бы его за это ругала и нервничала. А сейчас я могу спокойно сказать, не надо на стену рисовать зайка. Ну, если нарисовала, ничего страшного, как бы так, не надо там вот кидать тяжёлые игрушки и стулья. Ну, если уж таки, ну, то сильно ругать я за это не буду. Просто я ему объясняю, могу объяснять, потому что внутри меня ничего не колышется там в сердце, да? Вот, и ещё смотрите, вот я потолочек, сейчас солнце светит, так мне неудобно было красить, для того, что солнце светит. Ну, вот я одним слоем сейчас прошлась, вот где-то здесь, да, вот так будет у меня под, ну, под над потолком, в принципе, не важно, чтобы оно было идеально, но я ещё слой потом сделаю, будет под потолок вот так у меня корнистая, будет чуть-чуть окущенная на весной и прям под, натяжной, навесной, ну, навесной, натяжной, короче, и прям под натяжной потолок оттуда будет красиво во всю стену вот так у меня занавески. Из-за этого комната будет казаться больше, просторнее, будет казаться, что не такое окно, а как будто окно на всю стену, вот, ну вот смотрите, видите, как все, красота, не могу, вот, а по поводу еще плинтусов, мне также писали комментарии, когда я сказала, что я буду плинтуса в последнюю очередь делать, что есть мебель, и мне сказали, что мебель, типа вся мебель как будто под плинтуса, то есть там есть место специально для плинтусов, выемки. И, девочки, не везде есть место под плинтуса, я же не просто так это с головы взяла, такая от себя, потому что много раз на своей старой квартире и на съемной квартире я снимала плинтуса, именно та мебель, которая была у меня, то есть она не вся такая, понимаете, я не знаю, какая она будет, поэтому зачем мне что-то вперед делать, ничего страшного, я сделаю плинтуса потом, мой опыт показывает, что лучше их сделать потом, чем дома. Вот, все, короче, все закрыло, пусть все сохнет. Так, это я забираю, переодеваюсь, и сейчас у меня прямой эфир. Что Денька делает? А почему холодильник открытый? И как долго он открытый? Ну, пипец. Ну что, мои крошки Чтобы закончить влог Я зашла в ванну Потому что мы заняли зал Сейчас даже не знаю, как я буду включать компьютер Чтобы смонтировать вам этот влог на завтра Сегодня провела 2 часа прямого эфира В инстаграме, кстати Было очень круто, весело Напишите в комментариях, кто был Завтра новый день Новые планы И это все Их реализацию, моих новых планов Вы увидите в следующем влоге Надеюсь, этот влог вам понравился Был интересным, насыщенным Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал На мой второй канал, ссылка будет под видео Руки не отмылись еще А то мне в прямом эфире задавали Вопрос, что я сделала себе маникюр Рисунок Это просто краска не отмывается И тру-тру она не отмывается Пока Субтитры сделал DimaTorzok